Челябинскому единороссу припомнили чешский бизнес Челябинскому единороссу припомнили чешский бизнес Прокуратура просит лишить Николая Янова мандата в областном Заксобрании Коммерсант от 20 февраля 2019 года, 16.16 Прокуратура Челябинской области обратилась в суд с требованием обязать Заксобрание региона лишить полномочий депутата Единоросса Николая Янова В ведомстве считают, что парламентарий, несмотря на прямой законодательный запрет, имеет активы в Чехии По словам прокуроров, об этом свидетельствуют данные ФСБ и Интерпола В Заксобрании не считают доводы ведомства достаточными Ранее они отказались удовлетворять представление прокуратуры о лишении его мандата В Заксобрании уверены, что господин Янов представил исчерпывающее доказательство отсутствия у него бизнеса за рубежом И теперь у коллег к нему нет вопросов Прокурор Челябинской области Виталий Лапин подал иск в Центральный райсуд Челябинской с требованием обязать Заксобрание решить вопрос о прекращении полномочий Николая Янова В суде твердый знак сообщили, что иск принят к производству 18 февраля Официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева пояснила, что обращение в суд – вынужденная мера В прошлом году мы вносили в Заксобрание представление о том, что выявили несоответствующие действительности данные в декларации о доходах Янова Заксобрание ответило, что его участие в деятельности иностранной компании не установлен, хотя мы доказывали это документами из Интерпола и ФСБ В них говорится о том, что Янов фактически является соучредителем чешской компании В Заксобрании ответили, что Янов им предоставил какой-то договор о том, что еще в 2013 году переписал на дочь всей доли в компаниях, принадлежавших ему и жене У нас другие данные, рассказала Наталья Мамаева В региональном парламенте к действиям прокуроров относятся скептически Николай Янов в прошлом году сумел убедить коллег, что у него нет бизнеса за границей У Заксобрания к нему вопросов нет, сообщила твердый знак начальник управления информационной политики парламента Ольга Лихачева Сам депутат был недоступен для комментариев Информация о том, что у Николая Янова якобы есть бизнес в Чехии, появилась в СМИ летом 2018 года В публикациях указывалось, что у него есть доли в чешской компании Отлира Лесеро Недвижимость в Праге и счет в одном из чешских банков на 65 миллионов Якобы сейчас владельцы активов Дочь господина Янова, имеющая в Чехии вид на жительство И его партнер Александр Короленко Впрочем, в публичных чешских реестрах ни господин Янов, ни его дочь среди учредителей каких-либо местных компаний сейчас не фигурируют Иск челябинских прокуроров не первый случай, когда ведомство через суд пытается преодолеть сопротивление депутатов Отказывающихся лишат коллегу мандата за нарушение в декларации К примеру, в Курской области прокуратура уже два года пытается лишить полномочий депутата облдума от КПРФ и Игоря Стапова Как чиновники и депутаты отчитались о своих доходах в прошлом году Весной 2017 года надзорное ведомство обнаружило, что в декларации парламентария не отражены сделки с 27 квартирами Его супруги на 38,2 миллиона рублей в Думе представление прокуратуры рассматривать отказались Объяснив, что коммунист подал декларацию в срок, а карается, по версии депутатов, только несвоевременное представление сведений Тогда прокуратура через суд заставила Думу снова рассмотреть этот вопрос Но коллеги господина Стапова опять проголосовали против прекращения его полномочий Прокуратура повторно обратилась в суд В конце 2018 года он обязал облдуму лишить Игоря Стапова полномочий В начале февраля это решение вступило в силу Депутаты могут вновь рассмотреть вопрос о господине Стапове на заседании в марте Карина Кальярова, Челябинск, Андрей Прах, Воронеж